В Чувашии 700 компания реализует спиртное, а приобрести его официально можно в трех с половиной тысячах торговых точках. Но на деле их оказывается больше. В некоторых аптеках и киосках не прекращается продажа так называемых фанфуриков. В круглосуточном режиме работают разливайки. Сегодня в Доме правительства вновь подняли вопрос о мерах по пресечению нелегального оборота алкоголя в республике. Дилемму пить или не пить каждый решает по-своему, однако статистика последних лет неумолима. В Чувашии на виду с положительной демографической динамикой в разы увеличилось количество смертей по внешним причинам от ДТП и употребления некачественного алкоголя. Борьба с зеленым змеем ведется давно, но каждый раз находятся новые уловки. К примеру, разливайки, как питейные заведения, появились не так давно и избавиться от них не так просто. Проводим судебные процессы с кафе у Петровича, с кафе Дубки. Судимся уже больше 8 месяцев. Предприниматели пытаются уйти от ответственности. Только в Чебоксарах более 30 болевых точек, в Новочебоксарске около 20. Все они объекты пристального внимания сотрудников МВД. Эти вот места, где круглосуточно разливается алкогольная продукция, как мы уже объявляли, они являются у нас центрами криминала в микрорайонах. Практически все значимые уличные преступления, такие как разбой, грабежи, ну кражи, само собой, даже изнасилования и побои, они совершаются большей частью в связи с употреблением алкоголя в этих местах, в так называемых разливайках. Поэтому мы вынуждены пересматривать планы единой дислокации постов и маршрутов и активно приближать наружные службы именно к этим точкам. Глава республики напомнил, что разрешение на круглосуточную торговлю выдается в муниципалитетах, а значит необходимо пересмотреть документацию. Скорее всего будут закрыты и те заведения, площадь которых минимальна. Однако говорильно не проходит. Можно поговорить, разговаривать надо, общаться надо, но не дает. Тут надо жесткие меры администрировать и привлекать людей к ответственности, вплоть до закрытия с учетом того, что происходит, этих точек. Вопрос, быть или не быть разливайком в многоквартирных домах, в ближайшее время может быть окончательно решен. Детальные предложения муниципалитетов, ключевых министерств и ведомств будут рассмотрены в эту среду на заседании правительства. Светлана Познякова, Вадим Владимиров, Вести Чувашия. И самое главное, те инициативы...